На российском телевидении продолжают признавать очевидное и мириться с неизбежным. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире Первого канала с грустью признал, что российская армия несет большие потери и при этом не может добиться на фронте никакого результата. По его словам, даже несчастное село Крынки Херсонской области российская армия безуспешно штурмовала 4 месяца, положила кучу народа, но при этом так и не смогла добиться никакого результата. А вот тут мы с тобой как раз и упираемся в ту реальную обстановку, которая на самом деле очень непростая. Да, у нас есть отбитые поселки, но понимаешь, я вынужден в этом случае повторять одну и ту же фразу, что сражениями за избушку лесника войну не выиграешь. Несколько месяцев российские военкоры радостно орут, что российская армия наступает, идет вперед, завоевывает новые позиции, а тут военный эксперт в эфире Первого канала прямо говорит о том, что все это лишь сражения за избушку лесника, которые не приносят никакого результата и никак не приближают победу. И когда мы крынки несчастные, которых уже просто кроме как названия на карте не существует, с ними, ну скажем, занимаемся их зачисткой уже как минимум 4 месяца, и мы в любом случае еще не закончили эту работу, а уж цена у этой работы, те, кто там воюет, они прекрасно знают, и с ошибками, и не с ошибками, и как угодно. Неприятная для российских патриотов констатация. Российская армия 4 месяца безуспешно штурмует крынки, ничего не добилась, но при этом уже заплатила за эти атаки огромную цену. Надо признать, что выполняется та главная цель, даже это то главное условие, которое, извини, мы с тобой здесь в этой студии обсуждали в октябре. Американцы поставили задачу украинцам уравнять потери с русскими. Вот это кровотечение, оно высасывает у русских ресурсы, людей, технику, вооружение. Задача войны на истощение, это стратегическая задача, это задача не дать России наступать, пока они с ней справляются. Вот смотрите, что происходит. Российский эксперт прямо признает, что действия украинской армии эффективны, что украинцам удается уничтожать живую силу и технику российской армии и эффективно сдерживать наступление России. Он признает, что наступление не происходит. То есть, по сути дела, этот человек говорит, что месяцами российская армия бессмысленно просто бьется лбом в украинскую оборону, бьется за избушку лесника, несет потери, а смысла нет. То есть, фронт не двигается, наступления нет, результата нет. То есть, месяцами российская армия просто утилизирует, истребляет своих солдат вообще без всякого смысла. Без всякого результата просто идет бойня ради бойни. И это уже признают даже такие эксперты. То есть, у них работа, да, врать, постоянно объяснять, что все хорошо, все нормально. А они даже признают, что месяцами бьемся за избушку лесника, результата нет, только идут потери, 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 потери. То есть, смотрите, он понимает же прекрасно, что происходит. Понимает? Но при этом продолжает это поддерживать. Он же не выступает против Шойгу, Герасимова, Путина, которые все это делают, продолжают делать. Да, он их же не требует, чтобы они остановились, чтобы они прекратили это истребление. Нет, он продолжает поддерживать их действия, хотя прекрасно осознает, что результата нет. Сам же говорит, 4 месяца бьемся в несчастные крынки, цена очень большая, потерь много, результата нет. То есть, вы понимаете, какой это уровень безумия? То есть, вот эти люди, они все понимают, даже пропагандисты, у которых задача это поддерживать, они все понимают, но они, получая деньги, выбирают деньги и продолжают поддерживать бессмысленную мясорубку истребления своих же сограждан, понимая всю бессмысленность и бесперспективность, но денежки-то платят, они продолжают говорить, что надо, значит, еще 4 месяца бьемся, нет результата. Положили кучу людей. Надо еще 8 месяцев, потом еще 12 месяцев. То есть, понимаете, они до бесконечности будут поддерживать, пока просто, ну, у них люди в России не закончатся, пока они всех просто не сожгут. При этом, ну, это украинцам же некуда деваться, да? Украинцы у себя, в своей стране отступать некуда. Но они-то 30 лет в России жили без крынок. Ну, зачем они сейчас бьются 4 месяца, положили тысячи людей об село Крынки? Почему вы 30 лет жили без крынок, без Авдеевки, а теперь пришли, все равняют с землей, кладут огромное количество своих людей, признаются, что нет никаких успехов, что это все огромные потери без какого-либо осмысленного результата, и все равно продолжают это поддерживать. Хотя всякий нормальный человек понимает, что нужно просто останавливаться, нужно это прекращать, потому что, ну, все, ну, не оправдались ваши расчеты на то, что там Киев за три дня и так далее. Это уже очевидно. Ну, чего вы бьетесь в эту стену? Ну, понятно уже, что все. Не будет Украина никогда не согласна с российской оккупацией жить в мире, жить под Россией и так далее. Вы уже все сломали, что могли. Остается только признать это, наконец-то остановиться. И если вот эти пропагандисты не могут это сделать, то российскому обществу нужно понять, что пока оно не будет реально требовать остановки этой бойни, вот такие вот эксперты будут и дальше на нее отправлять, и отправлять в эти крынки. Им все равно, сколько там погибнет. Но россияне должны понимать, что это просто самоубийство. Это просто тупо бессмысленная бойня. Должны, в конце концов, что-то начать делать, чтобы все это остановилось. Подписывайтесь на канал, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok